До того, как Саиндук стал известен, у него была мечта детства делать мульты, которая благодаря его упорству стала реальностью. До того, как Саиндук стал известен, мальчик открыл в себе способность к озвучке, и в этом ему помогли старый магнитофон с функцией записи и бабушкины кассеты с любимыми песнями. До того, как Саиндук стал известен, первые года два, он, цитирую, юзал бомжарский микрофон Genius за 70 рублей. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня мы расскажем вам о жизни Саиндука до того, как он стал известен. Чё кого, Саиндук, с вами анимационный заговор, заждались? Поехали! Саиндук, ещё один персонаж на YouTube, личная жизнь которого надёжно скрыта от глаз широкой аудитории. Его голосом говорят герои анимационных сериалов Gravity Falls, Рикки Морти, Клэринс и не только они. А многие даже не догадываются, что за любимыми персонажами скрывается один и тот же человек. Знакомьтесь, мастер озвучки и просто талантливый контент-мейкер Дмитрий Саиндук. Эй, Саиндук! Однажды кто-то мне сказал, что ты один из самых талантливых видеомейкеров в России! Послышалось! Каждый раз, Саиндук, когда твои ролики вылезают в рекомендованные, это очень не кстати! Ха-ха, слышал? Не кстати! Не кстати! Чё? Да пошли вы! Понятно, что Саиндук это не фамилия, а творческий псевдоним, но об этом чуть позже. И вообще, что касается Димы и работы, это пожалуйста. Что касается Димы и личной жизни, с этим посложнее. Ведь парень постарался по понятным для него лишь причинам скрыть подробности своей биографии. И в этом есть смысл. Отвечаю. Что ж, раз ему так удобно, то и мы не станем философствовать на тему, для чего ему нужна подобная конспирация. Известно, что Дима родился в российском городе-герое Тула. В детские годы ему очень хотелось научиться красиво рисовать. Однако все попытки заканчивались не слишком удачно. И вместо живописных пейзажей у него получались пришельцы из космоса. Поэтому в школе по рисованию у мальчика была тройка. Существовала еще одна мечта – делать мультфильмы. С возрастом детские мечты парень успешно воплотил в реальность. А пока, находясь в 12-летнем возрасте, он выявил у себя способность к озвучке. Игры и престолы, много серий и сезонов. Персонажей тоже много, многих я уже не вспомню, но сиськи и драконы навсегда. Как это часто бывает, обнаружилась данная способность совершенно случайно. Во время летних каникул, которые он проводил в небольшом городе на Урале у бабушки, мальчику стало скучно. Он нашел маленький магнитофон с функцией записи и добрую половину альбомов популярной категории тем, кому «За» переписал под свое собственное радио «Рыба-ФМ». Как на это отреагировала бабушка, неизвестно. Однако парень, отыгрывая роли ведущих, корреспондентов, приглашенных гостей и других медийных персон, дико угорал. Что ж, а теперь посмотрим на презентации ваших проектов, которые вы должны были сделать к сегодняшнему дню. Хочу домой. А тебя тут никто, в общем-то, и не держит, лежебокер. Чего? Как-то вы узнали, о чем я думаю? У тебя в облачке над головой все написано. Вот подстава. К сожалению, эти записи не сохранились, так как, по словам самого Димы, тогда он, как и многие дети его возраста, имел склонность к уничтожению. Несложно догадаться, каким именно способом он уничтожал свое творчество. Скорее всего, мальчик воспользовался одним из любимых развлечений детей 90-х. Вскрыл кассету, ленту подкинул в небо и любовался оставленным ею следом. После школы Дима решил поступать на переводчика, но баллов по ЕГЭ оказалось недостаточно для бюджетного места. Это я, постман Печкин. Я купил тебе пасел, но я не дам тебе, потому что у тебя нет никаких документов. Русский и английский он сдал на 90, а вот все остальное на 50 баллов. Тогда парень поступает учиться на пиар-специалиста. Позже в одном из своих интервью он скажет, что полезных профильных знаний по рекламе не почерпнул, ибо никакой нормальной практики там нет. Одна теория, причем дико устаревшая. Единственное, что пригодилось, это лекции по психологии и философии для конспирологических видео. Волка можно сравнить с собирательным образом серийных убийц из Молчания и Ягнят, где один поедал людей, а второй любил переодеваться в женщину. Когда у него появился компьютер, парень стал переводить мультсериалы Sonic X по субтитрам. Свою работу он выложил на одном из форумов, где его похвалили и сказали, что вышло неплохо. Можно сказать, что Sonic X стал отправной точкой на пути к известности. И именно благодаря ему Дима освоил фотошоп и программы для монтажа. Про одного из героев, Ежа Шэдо, он даже делал игру. На этом сайте до сих пор сохранились некоторые демки. Кстати, теперь можно вспомнить и творческий псевдоним, который появился довольно забавным образом. Когда парень увлекся игрушкой CS 1.6, его никнейм был Styler, где первые две буквы обозначали причастность к игре. Однажды, совершенно случайно, Дима набрал свой ник на русской раскладке клавиатуры. Прочитав то, что получилось, он остался доволен. По звучности, результат превзошел предыдущий ник. Так вот, Дмитрия появился новый псевдоним, сындук. Летом 2012 года в свет вышли первые серии Gravity Falls на английском. В то время Дима практиковался в озвучке сериалов Adventure Time и Regular Show. Но как только появился Gravity Falls, все его внимание моментально переключилось на него. История одного невероятного лета, созданная Алексом Хиршем, зацепила Дмитрия, и он понял, что это действительно крутой сериал. Мультсериал Gravity Falls, пожалуй, самое прогрессивное детище Диснея, созданное для ТВ. Несмотря на рейтинг 6+, мульт явно был сделан для лиц постарше, и частенько в нем мелькает такое, что задаешься вопросом, Как это вообще пропустили в эфир? Над ним стоит поработать. Первое время он озвучивал по русским фанатским субтитрам. Перевод там, как и в подавляющем большинстве сабов, далек от идеала. Понятно, что переводчику гораздо легче объяснить игру слов в сноске, чем затрачивать усилия на ее адаптацию. Сындуку же. Приходилось многое исправлять путем поиска значения некоторых оборотов речи в интернете и подбора им аналогов на родном языке. Позже он нашел, где взять субтитры на английском, и начал переводить прямо в процессе озвучки. Из-за этого озвучивание 20-минутного эпизода могло затянуться на 3-4 часа. Но это не пугало Диму, ведь он получал искреннее удовольствие от процесса. Вот это круто! На данный момент Сындук достаточно деятельный на YouTube персонаж. Его сложно назвать каким-то одним термином, будь то видеоблогер, переводчик мультфильмов или даже с натяжкой аниматор. Диапазон его деятельности довольно велик. Герои культовых мультфильмов, говорящие голосом Сындука, имеют огромную армию фанатов. Миллионы детей и взрослых благодарны ему за прикольную качественную озвучку, где все персонажи звучат по-своему. Да, достаточно редкий случай для одноголосых любительских переводов. Помимо этого, Сындук имеет свой канал на YouTube, который зарегистрировал более 6 лет назад. Армия его подписчиков превышает отметку 2,5 миллиона человек, что позволяет занимать ему 22-ю позицию в рейтинге самых популярных каналов Рунета. Сюда он выкладывает свой оригинальный контент. Это и полюбившиеся многим полноценные мульты. Кстати, лежу я как-то на кровати. Пускай бойцы диванной знати и скажут рифму, мол, не нова. Но был мне в тот день хреново. И приколы с переозвучкой. Паскуда, ты оху**лся совсем. Компьютер не для ВКонтакта. Учитель запретил. Так что отрывай свою жопу от б***ского стула и проваливай. Конспирологию. Страх, безысходность, отчаяние, депрессивная атмосфера совсем не то, что приходит первым делом на ум при упоминании Тома и Джерри. И пародии. А завещание господин МакДак так и не оставил. Из чего следует, что все его нажитое состояние переходит в руки племянника Дональда Дака. В общем, чего здесь только нет. Кстати, у Сэндука не один канал, и помимо него мы насчитали еще три ютуб-канала. СНДК, Звучка, Сыс ТВ и Послышалось. Которые пока не так популярны, однако в общей сложности все же принесли их автору почти один миллион подписчиков. Канал послышалось, был создан для того, чтобы не засорять основной канал, а в случае его бана, главный канал все-таки остался. Оно и понятно, ведь такие пародии над музыкой не каждому ее автору понравятся. Правда, пока вроде бы все нормально. Еще Сэндук ведет свой паблик ВКонтакте, куда также выкладывает обзоры и анимацию, юморески, эксперименты с форматами, плюс колоритный перевод и озвучку лучшей зарубежной мультипликации. Здесь на него подписаны свыше полумиллиона подписчиков. Понятно, что такой объем работы одному человеку чисто физически не потянуть, поэтому с ним работает целая команда профессионалов. Внедрение на ТВ и творческий подход обеспечили медиабренду Сэндук лучшие результаты рекламных кампаний на Ютьюб. В этом году на российском фестивале видеоблогеров Витфест в номинации «Лайк за юмор», за которую боролись такие известные каналы Рунета, как Юрий Хованский, Румфэктори, Рэд 21, Дебрайн Мапс, победу одержал Сэндук. Некоторое издание не прочь пропиариться на имени популярного контент-мейкера, раздувая вокруг его деятельности скандал. Так, осенью этого года Дмитрий на своем лайв-канале опубликовал ролик, в котором наложил поверх игры Mortal Kombat несколько реплик ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича. За барабаном «Поле чудес» первые тройки игроков. Сектор. Холодильник. Головной убор. Это лучший армянин нашего города. Фиалка. Через несколько дней после публикации видео новости о ролике разошлись по всему интернету. В желтом стиле про него написали даже крупные СМИ, а потом обратились за комментариями к Якубовичу, который назвал автора ролика «ущервными людьми». Но тут непонятно еще, как ему это преподнесли. Возможно, Якубович вообще не смотрел этот ролик. Сындук не обиделся на подобное высказывание, понимая, что из любой мухи можно раздуть слона, и призвал все здравомыслящее население тщательно анализировать информацию, а также не верить всему, что говорят СМИ. Что касается личной жизни, то на своей страничке ВК, которая также достаточно популярна, Сындук указал, что женат на девушке с ником Нэнни Бубу, но подписчики утверждают, что имя избранницы Даша и предполагают, что в скором времени у пары родятся дети. Но это уже совсем другая история. А это была история Сындука до того, как он стал известен. Переходи по ссылке в описании и голосуй за новых героев шоу в нашем паблике ВК. Также подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.